Монтировка АЗ-4 Монтировка оснащена координатными кругами по азимуту от 0 до 359 градусов. Шкала подвижная, можно самостоятельно ее выставлять в необходимое положение. По высоте имеется шкала градусов от 0 до 90 градусов. По заявлению продавцов монтировка АЗ-4 на алюминиевых ногах имеет массу около 6 килограммов. Грузоподъемность обладает около 7 килограмм. Высота монтировки по заявлению продавцов составляет 100 сантиметров с сложенными ногами. С выдвинутыми ногами высота монтировки составляет 160 сантиметров. Многие у этой монтировки те же самые, что и у монтировки АЗ-3. Монтировка Skywatcher АЗ-3. Монтировка оснащается полочкой-распоркой, достаточно удобной. Полочка точно такая же, как у монтировки АЗ-3. Затягивается винтами-барашками, ну и достаточно существенно повышает жесткость этой конструкции. Голова монтировки тяжелая, производит такое монолитное впечатление. Монтировка устанавливается на штатив с помощью винта. Вот здесь вот я сейчас его откручиваю. Голова монтировки снимается. Здесь имеется резьба диаметром 10 мм, ну то есть это резьба под гайку под ключ на 17. Монтировка действительно тяжелая. Перевозить данную монтировку лучше, конечно, в разобранном виде, отдельно ноги, отдельно голову этой монтировки. Ручка монтировки выкручивается. Для увеличения компактности можно, конечно, все полностью разобрать, положить в багажник автомобиля или в какую-то сумку. И все достаточно компактно довести до места наблюдения. Так, наверное, об алюминиевой треноге я все рассказал. Эта тренога достаточно известная. То есть у многих была монтировка АЗА-3. Ну, все знают плюсы и минусы монтировки АЗА-3. Так, для повышения грузоподъемности этой монтировки, для использования ее с телескопом-рефрактором Селестрон Омни-XLT-120, я приобрел стальные ноги. Вот эти вот стальные ноги от монтировки CG4 от Селестрон. Монтировка идеально устанавливается на эту треногу, на этот штатив. То есть она идеально сюда подходит. Так вот, я установил монтировку на вот эти стальные ноги. Грузоподъемность монтировки с этими ногами существенно увеличилась. По ощущениям, в такой конфигурации на эту монтировку можно поставить не только телескоп-рефрактор с диаметром объектива 120 мм, но, мне кажется, она вполне надежно понесет телескоп-рефрактор с диаметром главного зеркала 200 мм и фокусного расстояния 800-1000 мм. В такой конфигурации монтировка, как я уже сказал, несет отличный телескоп Селестрон Омни-XLT-120. Я наблюдал на этой монтировке в этот телескоп Сатурн на увеличение 300 крат с окуляром дипская плана 6,5 мм и двукратной линзой Барлоу. При первом проходе планеты по полю зрения я фокусировался. При последующих проходах планеты по полю зрения окуляра я уже рассматривал отдельные детали. Сопровождать объект очень удобно, все движения очень плавные. И сейчас я установлю телескоп Селестрон Омни-XLT-120 на эту монтировку и покажу некоторые нюансы использования этого телескопа на монтировке. Вот у меня в руках телескоп Омни-XLT-120. Это один из моих любимых телескопов. Он имеет диаметр объектива 120 мм и фокусное расстояние 1000 мм. Я делал обзор этого телескопа, поставлю ссылочку в это видео на обзор этого телескопа. Ну и какие нюансы есть при использовании телескопа на монтировке АЗ-4. Ну вот сейчас я его устанавливаю, вот чтобы было видно. Вот таким образом. На посадочное место. Это стандартный Виксеновский размер под ласточкин хвост. И затягиваю вот этим винтом. Так, затянули этим винтом. Ну и здесь получается, что, видите, телескоп разбалансирован. Ни в коем случае нельзя фиксировать положение телескопа затягиванием вот этого винта. Можно, конечно, это сделать. И он будет достаточно хорошо держаться. Но возникают повышенные нагрузки на все механизмы при этой затяжке. Нужно телескоп отбалансировать в кольцах, продвигая его вперед или назад. Ослабляем зажим колец и продвигаем телескоп назад. То есть, чтобы он не клевал у нас носом или вот этой частью с фокусера. Ну вот, как будто бы он у нас отбалансирован. Чуть-чуть еще назад мы его толкнем. Вот, телескоп отлично отбалансирован у нас теперь. В любом положении он, ну, сваливается. Если свалится, ну, можно чуть-чуть притянуть. Потому что совершенно расслабленный винт. Чуть-чуть затянем. И вот он в любом положении занимает... То есть, он занимает любую необходимую для нас позицию. Вот так. То есть, при направлении телескопа, куда-нибудь в зенитную область. И он у нас не заваливается уже, потому что он у нас хорошо отбалансирован. Что так? При этом у нас винт совершенно не сильно затянут. То есть, очень удобно. То же самое у нас с винтом по азимуту. Смысла затягивать этот винт нету. Большого смысла затягивать этот винт нету. Вот. На мой взгляд, очень удачная, очень удобная монтировка. Приобретя эту монтировку, вполне можете ее использовать с 200-мм телескопом-рефлектором. Не у всех есть возможности приобретать более апертуристый телескоп, потому что их тяжело переносить, перевозить. А телескоп диаметром 200-мм, телескоп-рефлектор с диаметром 200-мм, или телескоп-рефрактор с диаметром объектива 120-мм. В принципе, вполне удобно можно переносить и перевозить. Они помещаются в любую машину, или даже можно, в принципе, нести его в руках. Так, сейчас я произведу разборку монтировки, разборку механизмов направления монтировки по азимуту и по высоте. Сейчас я сначала выкручу ручку из монтировки. Ручка очень удобная, ухватистая. За нее очень удобно направлять монтировку в ту зону, в которую мы хотим наблюдать. Выкрутим винт зажима пластины «Ласточкин хвост» с телескопа, чтобы было удобнее. Так, ну и откручиваем вот этот винт. Что мы здесь видим? Идет вот такая гнутая гаечка. Все в смазке, поэтому я кладу на листы бумаги. Потом вот шайбы с проточкой для шариков подшипника. Здесь изначально была нанесена какая-то белая, очень густая, липкая смазка. У меня такой смазка, я не знаю, что это за смазка, такой смазки не было. И я смазал обычно минеральным маслом. Мне очень понравилось, как после этого стала работать монтировка. Сам подшипник идет. И еще одна гаечка. Еще одна гаечка с такой же проточкой для шариков подшипника. Так, теперь мы снимаем вот эту часть. Вот. Я снял вот эту часть в монтировке. Ну и здесь мы видим болт. И та же самая липкая смазка. Таким образом, вот я вам показал, как это все у нас устроено. Ну вот я сейчас покажу. Вот эту часть. Механизм простой, но очень надежный. Классно монтировка работает. Мне очень нравится. Ну и сейчас обратно все соберем в обратной последовательности. Шайбу с проточкой. Подшипник. Сверху шайба с такой же проточкой на этих подшипниках. И это гнутая шайбочка. Так, сейчас я вручу руки от масла. И все затягиваем. Так же устроен и механизм направления монтировки по высоте. Так же снимаем этот винт. Та же самая гайка. Те же самые шайбочки. Подшипник. Такая же шайба с пароточкой. Потом идет вот такая большая шайба. По-моему, алюминиевая. И здесь находится у нас само посадочное место, куда устанавливается пластина ласточка-хвост. Здесь, по всей видимости, фторопластовое кольцо. Фторопластовое кольцо, да? Какое тут еще может быть? Фторопластовое кольцо. Густая белая смазка. Очень липкая. Очень густая. Ну, я смазываю обычным минеральным маслом. Вот ту смазку, которая здесь нанесена, я ее не убираю. Ну, в принципе, мне нравится, как работает монтировка. Так, ну и собирается все в обратной последовательности. Так, вот у меня сейчас руки были в масле. Если вы вдруг приобретете монтировку и решите ее разобрать, то после этого не забудьте ее всю протереть. Потому что во время наблюдений, если масло, которое с ваших пальцев попало на механизм управления монтировкой, попадет на оптические поверхности, их будет потом очень тяжело очистить. Ну, потом я уже вытру всю монтировку таким-нибудь хорошим спиртовым чистящим средством. Ну вот, на этом я закончу обзор этой монтировки АЗА-4. Надеюсь, обзор вам понравился. Спасибо за просмотр. До свидания.